друзья всем привет мы с вами и продолжаем играть в игрушку европы универсалис 4 за османскую империю что мы делали с вами в предыдущей серии если я не ошибаюсь мы воевали в европе мы воевали в европе заходили здесь зонки ну на самом деле нормальное количество провинций штук 6 7 дам возможно даже чуть больше что что-то европы и все здесь злые озлобленные это еще нормально на самом деле хотя против нас да я решил немножко развлечься и против нас создалась целая коалиция но ничего страшного надеюсь скором времени она распустится можем даже знаете как поступить жалко на дипломатов блин мало ну так или иначе и ладно сейчас попытаюсь кем-нибудь возможно лучше отношения если не получится нормально получать их то посмотрим посмотрим что получится надо нам вот посмотреть кто здесь коалиции самый такой сильный самый такой неприятный слушайте даже не знаю или можешь пойти с португалии сегодня повоевать он состоит в коалиции она не состоит в колеце но испания состоит то есть мы как можем поступить можем попытаться улучшить отношения с испании она быстрее выйдет из коалиции мы потом объявим здесь войну сегодня пока что можно пойти объявить войну вот этой вот стране который тут у нас осталось в глубине на надо ее добить тунис мы с вами предыдущей серии полностью поглотили что не может не радовать естественно ну и все у нас принципе хорошо по чуть-чуть развиваемся занимаемся даже строительством мануфактур что ли да так долго да таки есть и отлично так давай объявим войну опа есть контакт мы сейчас тут быстро с вами закончим никто нам особо не помешает то филаль так понимаю да он связи с испании с португалией интересно девки пляшут ну ладно все прошло не больше месяца мы с вами уши закончили вот бы до всегда такой нашли вообще кайф был бы только от этой все злятся да на то что мы тут с вами и ну и хер бы с вами хоть зазлитесь на больно то меня это не интересует вообще если честно так чёрт кстати по лимиту армии чёрт по лимиту армии вот это вот мне больше всего интересует так базовый налог отлично а мы с вами вообще прям под лимит полеме под лимит до создали войско а точно чтобы на нас это калица не напала так венец объявила войну еще австрии какие двуличные типы а вот между собой воюют а мне не дают вот где спорить него спрашивается ладно мы с вами никуда не торопимся давайте глянем может кого-то нет в коалиции хотя это дольки тяжело будет найти на самом-то деле а мы с французом союзе кстати это отличная новость на самом-то деле да вот это очень хорошо вот у дольки глубоко уже пробился в швейцарию вот хорошо если что у нас будет союзник войне мало ли против нас все таки эта калиция соберется минут это они там богемия пока не нужно нужно только австрия да тогда ладно ну тогда не страшно я хочу глянуть кто у них в коалиции есть так вот эти все страны в коалиции франция против фрисланда мюнстера ну давай повоюем немножко с ними а ну это далеко не туда я не пойду делать мне нечего делать мне нечего давайте посмотрим лучше чего у нас тогда по заданиям чем бы нам пока заняться пока у нас это коалиция не знаю что на меня нашло было видимо слишком скучно поэтому я решил хоть что хочу собрать пути себя коалиции ну ладно ладно окей так у нас здесь завоевание в перси еще есть задание есть задание что это что это за задание погоди давайте почитаем судьба мамлюков вся область бахри пенджит османили субъектами включая данников было лучше на по крайней мере четыре раза ага вот этим мы сейчас как раз таки с вами и займемся это получается кто бахри и дельта нас интересует кроме того что у нас здесь по левитам ой все тут не очень хорошо можем знаете что сделать мы можем с вами заняться строительством вот этих вот зданий они должны немножко но сгладить эту ситуацию с лимитами расширения как бахри бахри и дельта вот дельта а дельта я разве не улучшал мне кажется я улучшал и не 24 24 ну ка ты почему-то вся область бахри и должна быть улучшенной вся область дельта должна быть улучшена четыре раза ничего себе но это это сильно на самом деле четыре раза все область б бахри и дельта давай ладно здесь начнем дельту александрию ли как она тут называется икс андрея ну да и и мы улучшали это мы с вами улучшали окно это вся дельта четыре раза вроде уже должно быть не да сотри дельта есть галочка теперь нас интересует бахри еще а вот и бахри и давай мы его тоже тогда включим и также улучшим четыре раза раз два три четыре пока есть лишние очки их нужно тратить поля речь давай еще военку давай административку 4 раз два три четыре и раз два три четыре отлично задание не выполнил не понял а весь регион египет местная автономия превышает минимум менее чем 10 что автономия должна быть высокая этот потому что наверное здесь надо вот назначить пашу обязательно нет господи накосолапил я ёптую дивизию что у нас тут дайте еще раз почитаю грамм а вот все отцы ты починилась осталось только вот этот бахри спичу за задание такие что за задание такие два еще везде по единичке добавлю и может это накосолапил о все знали выполняется и гибит под нашим началом они так и гибит пал под нашим безжалостным натиском и мамлюкская салтаната больше нет тем не менее остается решить одну вещь управление нашей недавно завоеванной территории и судьбу мамлюков которые управляли этими землями самостоятельно что у нас получает вам еще задание или от перси и выполнили так произойдет события не имеет следующий эффект административные очки увеличиваются египет на нас пять лет будет иметь модификаторы местность развития и производство товаров давайте отлично цепочку одну квестов мы выполнили египет под властью османской империи мамлюкского слутаната больше нет там где он когда-то стоял теперь находится наше элят допустим который будет управлять этими землями вместо нас хотя это означает серьезные угрожающие изменения для многих бывших мамлюкских чиновников большинство египтян живущих в этом регионе видят в этом признак нового развития своей родины в качестве торговцев и ремесленников из константинополя отправляться в александрию в надежде найти новые возможности это только вопрос времени когда египет полностью раскроет свой потенциал под руководством турецких инвесторов ну и получаем те самые бафы которые там были написаны окей замечательно также мы сами выполняем задание связано с перси я не знаю каким образом мы его выполняем ну допустим хотя еретики перси больше не представляет опасность для нашего господства в арабском бире их территория вдоль и за пределами гора загроз трудно управлять и снова нам нужны элят который будет управлять для нас персидским регионом у нас с вами получат вечные претензии на регионы хиросан также у нас управители улучшатся дипломатические навыки превышение шестерочки даст нам посла по 100 очков окей также произойдет событие которое даст вам опять административные очки опять местную цену развития опять местное производство товаров также появится следующее задание отлично гражды между персами и османскими неосманами неоспоримо даже за прошедшие столько лет после покорения перси соперничество между этими двумя народами не полностью не прекращалась однако не у каждого бюргера из константинополя есть причина не любить жители персидского региона некоторые видят возможность увеличить свое богатство и поэтому решили инверстируя инвестировать в персию кучу административных очков мы с вами залутали у нас сроки перемирия с кем-то там уже углюкнулись обращение отлично следующая задание это заходить буквально одну провинцию да блин жалко не хватает чуть-чуть чуть-чуточку они цветы не менее нам надо иметь 1200 монет все область должна принадлежать и по крайней мере один торговый центр 3 уровня должен быть ага окей допустим но это пока рано надо сначала там все завоевать я что предлагаю сделать выбрать содержание содержание всего и вся покопим сейчас с вами деньгу задание вроде мы с вами все нет не все что от нас требуется по крайней мере 3 а нам нужно вассалов что лимит болен вот этот неприятно если честно вассалов 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 но с вассалами тяжеловато будет если честно задание выполнить не люблю такие задания потому что я всегда стараюсь как вы уже могли заметить отказываться от вассалов или чему-то подобного люблю чтобы страна была едина никаких проблем с этим всем делом не возникало но как видите заставляют заставляют ну ладно можно будет кого-нибудь потом вассализировать хотя бы так чисто ради задания временно на почему бы нет так что вас еще интересует это на захват это на захват это на захват это на захват также у нас есть вот тут снизу какие-то прям крутые крутые задания на судя по всему давай их прочитаем инновационность увеличится престиж о мечеть давай мечеть а здесь тоже захвата ёб тыж дивизию твою а вот 10 провинции сейчас один из которых не принадлежит государству эльги отлично это мы выполнили и одна из тех кто должен быть выполнена лояльность условия зиме превышает 380 имеет терпимость к язычникам а надо зиме прокачать нам да у нас лояльность зиме сколько 71 процент ну давай чем тим дадим вы дадим на края не зиме надо чтобы у них еще терпимость к язычникам вала легко сказать генерала бессодержания о зиме получат 20 лояльности а мы можем вот это сделать и возможно задание выполнится двойка поддержку дворян возьмем это так понимаю вот тут появится до сатаре давай мы ее прожмем и задание мы с вами это выполняем замечательно выдать канунами как хорошие мусульмане наши привилегии а провели я наши правители всегда следовали посту постулатом шариата изложенным пророком а мира ему и благословение однако многие из наших подданных исповедуют другую веру если раньше на вертсям разрешалось иметь собственные суды то теперь это произведет к созданию сложной и громоздкой судебной системы пришло время создать правовой кодекс который станет основным верховенством закона для всех наших подданных независимо от мира исповедания мы за это дело что получаем у нас управитель увеличиваются на его ки управления они так на максималке ну да у него только вот военки не хватает ноги давай выполним также получаем на халяву очки которых блин у меня и так лимит оказывается давай вот так сделаем кроме того пока не верят наш правитель ежемесячные изменения автономии минус на 0 5 и прирост готовится реформ блин может следующему правитель выдать а то этому уже 50 лет я думаю долго на самом деле не проживет что-то не подсказывает так с испанией мы лучшие отношения насколько могли на этом углю к сожалению ладно давай пока откажемся от выполнения этого задания то есть от его завершения что здесь еще надо выполнить задание для бэйов задание для зиме 44 у меня задание вообще доступны наступный 87 год окей запомнить надо постараться зиме и кто и бей задание сама потом выполнится так национализация прошла также у нас еще одно задание константинополь принадлежит державе османы есть солдатские хозяйства у нас ки и хозяйства чуть такое сейчас глянем так мы тут так понимаю можно принц пока отказаться от этой фигни на вины леща задание выполнить я не знаю сколько правитель проживет ай ладно с тобой давай так вот и землю отобрать а там конечно неприятно будет ну давай 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 отбираем землю так система трех судов османской империи по мере того как наша империя расширяется и ассимулирует людей культуру самых отдаленных земель перед нами встает вопрос об отношении к этим не мусульманским гражданам нашей возвышенной империи хотя они не принимают истины ислама и никогда не будет пользоваться такими же уважением как наши коренные граждане мы должны передерживаться принципов установленных шариатом и относиться ко всем справедливо а также применять справедливую юриспреденцию чтобы не быть хуже варварских королей европы которые преследуют наших собратьев с особой жестокостью предлагается ввести судебную систему трех судов для более справедливого рассмотрения дел не мусульман и субъектов предоставляющих экономический интерес представляющих точнее ежемесячно измене автономии да вот готовить формат лично вот им это все дело тут кстати нет у них случайно нигде привилегий которая так такого нету вот освобождают конфискации земель вот это вот херня меня не интересует находит налога еще сарик вот так ничего страшно давай откажемся это на самом деле неприятная вещь очень так у есть как у нас тут крутых советников давай на плюс троечку естественно возьмем тез кстати по идеям по идеям пока ничего он нужен 18 уровень технологий пока что настолько 16 кстати садитесь кора какая вкусняшка появится то наверно на кстати из лучших технологий тут сразу и лимит управления повышают и административная эффективность можно больше захватывать в общем кайф да и только если вкратце так по заданию мы с вами прошлись больше вроде ничего интересующего нас нет а не погоди так является османской национальной провинции 40 провинций принадлежащих вам или вашим субъектам которых есть казармы или полевой лагерь вот что нам нужно начать делать казармы или полевой лагерь и по кстати казармы я бы от них правда не отказался как раз вот мы сейчас отказались там этой фигни давай начнем строить с вами очень очень много казарм это во-первых и рекруты на халяву у почти нет 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 не ну блять ну какой наследник умрет еще сейчас долги возьму нет это очень плохо давай два месяца хотя подождем но нельзя чтобы наследник умирал это минутка куда 0 623 он конечно далеко не топовый но это очень хороший наследник я не хочу от него отказываться пожалуйста как камень с плеч спасибо что мне кажется если бы сейчас наследник умер там бы уже далеко не самый лучший наследник было все честно взяли за им можем лучше с кем-то отношения султаны с кацин и давай лучшим отношения почему нет так поводу долгов надо и сразу желательно выплатить да сколько мы тут должны 2000 я повторить занял что за процент блять что он какой-то смысле хочу так много это опять с кем-то нас просят пойти повоевать французы и французы что-то прям еще жестко эту европу вламываются с двух ног до с одной стороны это отлично империя теперь точно не сможет нормально функционировать она тут наверно в ноль уже даже в минус большой а тут вообще жопа то первых куча ретиков тут же как никакие религиозные конфликты еще 33 провинции находятся не под контролью империи в общем веселуха та еще но тут мы постарались французы ну и они сами у них тут с религией вообще же пень самое что есть настоящее так опять у нас кого-то тут а вот а тут уничтожило так отлично на долг выплатить точно нас выплатим долг ну нормально мы сегодня уже нормально так высот на самом деле сами выполнили я доволен происходящим хоть мы и не воюем да но мы все предыдущие серии воевали поэтому и я не считаю что это хорошо или плохо это это нормально это нормально потому что мы не воюем ничего страшного там нет немножко конечно приостановили наш до расширение империи но мелочи жизни абсолютно мелочи жизни так престиж сторона легализма а мы в какую сторону двигались с вами сторона легализма а тут просто пока запрещено до вкусняхи брать понятно что думаю почему нет вот этой фигни 87 апреля а ну вот сейчас как раз слушай мы сможем с вами взять врачу монет это очень хорошо халявные бабосики заодно выполним задание на эти самые бабосики на так что делаем получается проводим порчу монет лутаем довольно-таки большое количество денег сразу же выбираем с вами вот это отлично и следующим образом мы с вами начинаем строить сразу же казармы большущим количестве и предлагайте деньги сюда залить почему нет отлично сколько здесь построек блин 15 такое ощущение на а по заданию нам сколько еще надо по заданию нам надо двадцать две построечки ой двадцать две восемнадцать построечек нам еще надо ведь умею считать ну допустим я умею считать нет я не умею считать на 22 так задание для кого нам надо его взять давайте смотреть для зиме и для беев для зиме и для беуи какое большое так бее не вот это тяжело выполнить а вот для зиме повысить развитие провинции каком плане что-то не требуется ничего да понял она так интересно там еще надо или еще надо то есть на будет еще для зиме выполнить задание это дело со временем наверстается ничего страшного а какая сторона легализма летим также давай я думаю надо еще построить 5 раз два три четыре пять давай до 67 все деньги солью это последний раз на 10 этих денег точно нужно хватить ну мне кажется да тут ну больше 20 такой еще не точно нужно быть так что все у нас будет хорошо с этим заданием кстати да у нас увеличилось за одно количество войск которым можем иметь 1868 18 18 в смысле 86 8 а 14 вас поди 1 2 3 4 отлично так лояльность тут тут у давай лояльность немножко упадет ничего страшного таком вы знаете какую еще по строчку сделать которая увеличивает лимит армии в принципе я думаю лишним бы не было хотя блин может деньги в какой-нибудь и другого русла лучше потратить даже суши не знаю так по собой покинула коалицию здесь она сейчас по чуть начнет уже распадаться потихой потому что очень много времени улетает впустую мы конечно сейчас занялись большей стороной заданиями он тут блин франция завода помогай называется до бесконечности воевать а еще с англией война слушай я думаю справится сам чего нет так продолжаем прокачивать наши технологии мы как обычно впереди планеты всей с вами летим спасибо нашим правителям все это делом на самом деле то что франция здесь так сильно расширяется не то что меня сильно радует на самом-то деле с другой стороны куда ему еще расширяться даст испании воевать не хочет только на восток остается идти ничем мы если что потом с ним если начнем враждовать мы сильнее так или иначе будем я надеюсь что мы будем сильнее я богеме вступила в коалицию да распадись ты уже сколько ждать то можно на самом деле хотел бы даже попытаться повоевать с этой самой коалиции чисто ради интереса повоевать с калица я бы не отказался я сейчас как раз занимаюсь строительством это здание не выполнилось они не выполнилось константинополе должны быть какие-то солдатские хозяйства что это такое и чем это едят это видимо постройка какая-то вот это может улучшена не на полевой лагерь солдатские шутка ходить солдатские хозяйства вообще а и что я круто в константинополе я понял надо меня здесь мануфактуру с вами какая у нас великой мечет нет вот давай а я могу 2 мана фактура он только на одну можно за раз на 20 за 37 заодно нельзя нельзя две мана фактуры давай тут тогда снесем это здание правительства на поставим здесь солдатское хозяйство отлично и задание у нас с вами это выполнится получим какие-то бафы и возможно сейчас все таки блин я не знаю вот сидеть а пока долго неохота идти против всей коалиции но их много не их мне кажется многовато будет то если идти то против кого если идти то наверное против австрии добивать ее здесь я не могу воевать эти он оказывается ты я могу на его напасть без каких-либо трудностей богемия с ним которая в союзе не может пересоединиться это значит что я со спокойной душой могу нападать так вот блин перемирие вот этот франца которая мне портит все видимо с австрии недавно из-за франции воевали да 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 скотина лишь лишь тоже блин перемирие да ты чё издеваешься кому войну объявлять вот как-то выцепить надо как-то выцепить все это дело попытаться испания как претензии у меня на я из этот на италию нету можно вообще здесь повоевать с адалем я хотела бы повоевать если честно а у него ем он вот давайте знаете что хочу хочу затестить если допустим я объявлю войну тут еще все такая страна которая не находится против меня в калицын которая я бы хотела бить войну синт блин его захватывает так плохо его захвата тип который в калице против нас так вот и а фарс тоже в калице ведь ёптво я у меня руки просто чешется повоевать хотя с другой стороны это не то чтобы промочить от жизни необходимо на давай успокоимся не будем с кем воевать сегодня видимо опять очередная лайтовенькая серия ну чё ж так тут везде что-то проблемы с этим на носите как поступим просто раз два три я настолько богаты что могу вкладывать очки просто чтобы у меня войска не клацалась дожили могу себе позволить видимо как будто повоевать все-таки руки ты чешутся столько претензий ужас она ждем пока у нас с вами построить солдатское хозяйство пойдем кстати пока почитаем что там еще за миссия армия является воплощением силы и могущества империи армия является воплощением силы и могущества империи без армии ни одна империя не сможет проводить свою дипломатию на сцене великих держав хотя наша армия многочисленная именно дисциплина и доктрины принесут нам победу в битвах во время меча во времена меча строительство новых казарм и призывных пунктов может привлечь военных гениев которые явно нужны нашему государству отлично кто-то коалицию покинул так мы также можно вкачать военные технологии теперь точно впереди планеты всей может они сейчас распадутся наверняка что-то не подсказывает что они распадутся вот сколько у нас войск 250 100000 чисто в теории если я объявлю войну позову его нам это не вывезем мы это не вывезем кстати португалия не является типом который находится в коалиции сейчас войну объявлять мне кажется рано и вариант потому что если объявлять войну то то значит то что к лица еще долго не распадется я просто посидим позанимаемся строительством плотненько да посолочи у нас по великим постройкам парафенон меня не интересует так цена создания претензий время пути блинческие репутации цена создания претензий начисто в серии штука хорошая на деле фиг его знает падение престижа а и все спасибо конечно не надо так тирение продолжительность жизни правителя вот это кстати штука хорошая бы сюда вложилась если честно давай заодно и рекрутов потратим почему нет они быстро восстановятся сразу же с вами эту штучку апнем мало ли правитель благодаря этому дольше прожить сколько у нас по 2000 в месяц и рекрутов у нас с вами копится отлично и это хорошо 5 легализм естественно по поводу построек на ой-ой-ой-ой-ой здесь какие вкусняшки то есть я что-то сюда не заходил да офигеть тут какие вкусные жирные вкусняшки имеются так инновационность инновационность бы увеличить по-хорошему хотя с другой стороны стабильность штука хорошая что у нас по инновационности вообще а у нас со . не нам она не нужна тогда бегала сказка сотка уже это хорошо это прям очень хорошо что я не ожидал ну и замечательно так еще чуть нас прям сыпят этими ивентами направо налево ничего си верная политика правительства вот реформы блин анду 300 штук уже надо на это долго посмотрите давайте ради интереса она должна у нас произойти в 600 аж седьмом году а если я сейчас вот так жму насколько быстрее если на два года то это окупаемая фигня 100 процентов на годик почти на два я не помню какой там просто этот был о по испания покинула коалицию но сейчас к лица развалится значит давить и я ведь или неправ а в чем я не прав видимо в чем-то ей неправ ладно так задание у нас выполняется доктрина армии за это мы делаем что получаем следующие эффекты у нас появится советник на дисциплину плюс 5 3 ранга который обойдется на 50 процентов дешевле также прав снильзом армии увеличится 5 процентов и до конца игры будет действовать баф ничего себе императорская школа военно-инженерного дела способность генерала к саде плюс один маневренность адмирала плюс один местное время постройки корабля местное время формирования полка но все равно неплохо все равно неплохо особенно вот этого способность генерала к саде это хорошая штучка это мы это дело забираем замечательно но мы сегодня много кустов выполнили здесь так императорская военно-инженерное училище все новобранцы а сами углан и системы дешеврме должны пройти военную академию для обучения чтобы стать членами янычара однако по мере того как в константинополе переходят новые рекруты из девширмы с каждым годом становится все более очевидным что с не все участники одинаковые ученики молодые люди с большим талантом и интеллектуальными способностями доказали что они выше уровня простого пехотинца чтобы повысить свой потенциал империя открыли имперскую школу военно-инженерного дела в константинополе выпускники этой школы изучали изучают все вопросах логистики маневров и строительстве осадных машин окей так неаполь покидает еще военную коалицию развались уже сколько ждать так это возьмем также нас лимит очков в очередной раз или хотелось бы на самом деле знаете что сделать у нас вот тут лимит я бы блин не было быть лимита я бы здесь вообще побольше права к себе закушал по хорошему на но увы и ах можно кстати улучшать столицу она довольно-таки должен быть дешевой они улучшения или можем вот и расширить инфраструктуру кстати к давай за очки будем инфраструктуру расширять по максимуму провинции должно быть 90 развития для следующего уровня инфраструктура ну-ка сколько дешевле стало ну не то что сильно но стало подешевле конечно давай разок качаем кто-то покидает кто-то присоединяется к лице вы заколебали меня мужики девчульки знаете знаете что сделаем что-то я совсем забыл хотел назначить еще тут упаду надо вот так было сделать надо было сделать вот так чтобы они быстрее раскидывались тут так успешное обращение коалицию покидает кто-то отлично давай давай распадайся сколько бочным кстати тут стран осталось не так много и так как нету испании возможно можно даже повоевать против них всех но это наверное стоит сделать следующей серии потому что война будет довольно-таки большая вот еще немножко посидим если они сейчас не начнут распадаться то мы с вами следующей серии пойдем и жестко безосновательно или основательно нападем на всех этих типов они кажется начали что-то понимать и покидают колец они чё-то начали понимать окей всего сказать по благосклонности со . может вкусняшки запросим благосклонность что тут можно попросить у них вообще ничего не могу попросить да можем попросить ухудшить его отношения с неаполем кстати а вот это лишним бы не было что с неаполем потом буду воевать и если он будет с ним союзе то это будет неприятно сейчас можем только когда через 15 лет нормально нормально так вроде типы начали покидать войну коалицию возможно стоит на них напасть на невозможно а стоит так а тут можно опять эту фигню блин какая же она имбово это просто ужас какие же миллиарды я тут путаю да у кстати можем кабу улучшить владелец провинции визентинские только ты вент произойдет если визенте именно владеет ну-ка бы крутая штука вообще в принципе военная стоимость войне против других и религий двое лучшим просто охота я знаю что такое кааба это такой огромный куб где какая-то херня внутри находится то ли там должен кто-то захоронен быть то ли что такое я не до конца уверен но я его увидел его фотки вживую можно сказать вообще крутая постройка вот прям очень крутая постройка дольки необычная как будто даже дачу ты инопланетная такое ночью круто выглядит каба так можно объявлять войну отёбаные мамлюки нахуй выйди из коалиции на мамлюках быстро а пока возьмем с вами задание диме ой тысячу золотать можно ты еще это держи ща пища это держи ща выполняем задание так чё там все теперь осталось только убеев выполнить задание и мы с вами еще этот квест выполним и у нас останется один единственный который связан с италией а тут испания объявила опа испания с францией воюет можешь французам войну объявим погнали французам войну объявим у нас тут куча претензий на них есть это вообще сейчас вкусность какая будет или лучше португалия бить войну чтобы испания союзником выступала я у испании еще попытаюсь здесь провинции забрать будут по итогу войны давай попробуем пока меня француз не позвал а у меня не позовет мы и так с него и вместе погнали 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 вот сейчас под шумок залететь вообще идеально будет так надо еще одно войско только туда перевести надо было сразу это сделать читает тупо ну конечно мы идем воевать мы друзья с вами идем воевать и воевать идем против португалия то филальт вступается куча всяких и реальный уже движух но это не страшно абсолютно все идем с вами захватывать португалию воюем с вами то только против испании этого то есть коалиция здесь никаким образом вообще не участвует я надеюсь она ближайшем будущем вообще нафиг распадется ибо нефиг правильно лишь какие коалиции тут собирают против меня ну да сильный но ничего поделаешь живите с этим так говорят еще что-то улучшить можем вот эффект есть миссионеров кстати штука тоже хорошая давай возьмем лишним точно не будет я думаю что надо еще стак подвести может одного маловато будет такое ощущение хотя почему маловато он там француз да я думаю француз на себя нормально так внимание отвлечет поэтому хорошо все будет у нас 20 кислячу адмирала еще наймем мало ли чё я бы даже адмирал если честно отправил бы куда-то вот сюда надо перегородить им путь чтобы они нам не мешали захватывать все это дело так легализм отлично да давай нельзя чтобы там другие религии появлялись у нас ранее и так блин проблемы с этим имеются немаленькие кораблики заодно захватываем туда у нас конечно сверх лимита по кораблям но как побеждаем вроде должны побеждать отлично блять не отлично нихуя отступаем вот все корабли стало меньше так срочно бегим отступать не получится да мне мужик живи мужик живи просто этот хиросос как его еще назвать а он тоже да вот сюда идет но мы сейчас его остановим надо как-то успеть вот этого шутнуть потом здесь помочь каким-то волшебным образом каким я в душе не будет честно как франция все углюк не не успею не успею помочь да надо было конечно еще один стак сюда вести не получилось давай сейчас это сделаем пока не поздно хотя уже поздновато если честно так тут отступаем а это только 5000 оказывается поймался ты блять так стакия так или иначе подходят по чуть-чуть руки чешались воевать идти поэтому я не подождал войск каста основное мы чушь поделаешь будет и уроком правильно будет уроком у меня тут кстати не захватили мы топовой нет не захотели на хорошо только сколько их тут 60 тысяч сухни вообще в армии он половину сюда ты его больше даже нет половина а нет меньше половины тут тефальт этот то филальт точнее как его погулять шайтаном а вот это вот страна в общем так отлично побеждаем ибо нефиг правильно может кстати заодно сначала за филальт этот захватить я думаю так даже логичнее будет поступить чтобы он своим войскам не тут потом не мешался и мы спокойно тут войну закончили в будущем правильно так что давай мы сейчас тут все по захватываем у них учет этого штук это бак какой-то да смотрите этот значок увидите что дерево ровет это обычно означает что колонизация едят провинции но провинция уже его то есть чего кого куда что-то то ли багается то ли чё непонятно в общем странно странно непонятно так и клячь войска у нас по чуть-чуть подходит отлично захватываем до конца уже дата филальт чем француз занят а он решил у нее нет надеюсь там претензий надеюсь он ничего не захватит от интересно а кто кому войну объявил защитник войне с державой испании испанская война за провинцию от друзей на друзей на друзей пока мне претензия непонятно ну а чуть венеция делает венец от еще по захватывала блин так ну ладно все должно быть чики-пики а все у него правительство осталось это чисто горы да может тогда кстати здесь на захват еще встать заодно осада завершена что у нас тут у нас есть немножко претензии давай мы их оформим так сказать литва венеция армуз ну вот типы которые еще в коалиции они отношения с нами портят надо ждать пока давай не будем заканчивать войну захватить захватили но на этом пока все продолжаем воевать блюдо тот неаполь да возможно заберет сейчас по итогу войны ниже национальные пробки типа это плохо на самом деле хотел себе забрать все это дело неприятно неприятно я знаю там есть должна быть функция такая интересная чтобы заблагосклонность я заставил его разорвать отношения союзные с другой страной на воде 50 благосклонности надо вас как раз соточка накопилось на или сколько у нас там у нас он дофига вроде благосклонности этой 96 вообще спокойно мы мы сможем что с вами наверное заставить разорвать союз с неаполем его у меня нет претензий на неаполь нам не нет претензий там надо по квестам дальше идти чтобы появились претензий нет не получилось как-то наебать систему так и знана было стак еще оставить на всякий сука у нас нет еще функции быстрого перемещения есть функция быстрого перемещения рассированный марш давай мы его завязаем и побежали на помощь у жоп твоим отчеток больно то 67 чуть у них боевой дух сильнее моего с ума сойти это слишком больно сам это слишком больно нет без шансов попытаться помочь как-то успеть просто шансы не оставляют на все это дело вот и конечно неприятно это очень неприятно ладно сейчас как делаем блин нам бы тут на было армии на 2 разделить части и все из того что я вот тут вот сделал еще сюда войско подводить не а честно не верю желанием и слова совсем отлично побеждаем надеюсь хорошо не хочу просто подводить войско у меня сейчас хочу там потом еще повоевать после этой войны а туда обратно их мутузить и лозить ну сами понимаете долго слишком долго даже форсированный марш если включать все она долго выходит все это дело так отлично чем тут нигде не обходит хоть французу двери что интересно он тут с французом вообще не воюют он меня выбрал как слабого типа какого-то по всему вот такой о это моя еда и все так давай вот сюда стак переведу иначе тут помочь нормально не смогу кстати а португалию еще не видел где он находится на португалии непонятно не 80000 вас должно быть да ясно непонятно венец обвела его и носовое окей ну так иначе я счастлив мы сегодня все-таки успели с вами повоевать хотя бы разок так очки заполнились опять опять запомнились учки хочу продолжать константинополь вкачивать хочу до соточки в концу игры вкачать и вы донки прикольно будет может там какое-нибудь достижение появится люблю достижение выполнять такого удовольствия я не откажусь сада завершена отлично двигаемся дальше так может это кстати то филальт хотя бы шот ниш а то мне кажется них своей войне вообще ничего не сделали но в плане не повоевали друг с другом только по захватывал отправки и все такое ощущение мне кажется них даже армии не встречались практически глупость как а а вот это хорошая новость я смогу здесь перейти это очень хорошая новость мы с вами здесь все это дело переплываем переходим хорошо когда у них война закончится 130 тысяч на одной правке серьезно все у них война закончилась мы с вами что делаем 4 или на 4 стак уже маловато будет такое ощущение да а по обе сицилии он страну какую-то создал на неаполе часа интересно я поли кстати тоже довольно интересная сторона и как-то хотел за нее проиграть на сегодня как как обычно руки не доходили у меня до всего этого дела сколько вот у него рекрутов 48000 он так очень что-то вообще не воевал я забыл тут правку захватить плохо нельзя подводить еще один стак но нет у меня больше стак у меня тут 1 2 получается 1 2 4 стака осталось но не на всякий случай должны защищать меня империя слишком большая чтобы этот блин сейчас все войска подходить подводить на на эту линию фронта мой пробьем тут стенки чтобы побыстрее в глубь стороны пробиться чем мы тогда делаем он кстати оставил то две провинции погоди это вроде как раз те две провинции которыми для задания нужны они мне верхние нужны жалко может быть и кстати захватить что потом с неаполем удобнее воевать было утяжение дальше нам пройти не дают ну француз напоследок перед войной нам очень хорошо помог своим флотом потому что мой флот не вывозил испанцев испанцев флот по массивнее был на бы потом флотом тоже к этому заняться как раз значит денежки накопятся до после войны можно будет этим всем делом как мне плотника позаниматься так что лучше идти воевать сейчас с испанией давай мы на захватим столицу испанцев первым делом на давай таки поступим что это такое а это флоту господи видите красная . на мини карте испугался подумал там кто-то ходит у меня и по войти меток пробиваем сразу стенки не будем медлить чем быстрее мы закончим с испанцами тем быстрее закончимся всеми остальными торговое влияние она же еще коалиция про не вообще блядь забыл он надеюсь нормально с этой коалиции это как не станем еще начнем португалию чуть осажать а вон где у него армия находится а чуть-чуть левее перейдем тогда они осаждать тоже пошли да мы быстрее должна садить я сейчас пробью дополнительно чтобы еще быстрее все это дело прошло мы счет это войска еще ой ой молодец молодец пойдем если шоким будет заметить не к сожалению не шокнули ну ладно все равно хорошо как мирные договора уже тут всякие просят я делал такое так отлично теперь она с вами интересует столица португалия не знаю стоит ли конечно так вот разделять войско возможно это не лучшее решение получше было бы на его вместе ходить да все таки а командир погиб а ну это не страшно это ничего страшного продолжаю тратить войны очки столица там довольно таки высокий левел защиты имеет может это во первых столица до сады 9 правильно понимаю а нет вот он уровень вертификации не то я смотрел вот это 3 но 3 ладно 3 слабенький еще он видела тут крепости вообще никакие не имеет толком это хорошо ой такой сейчас про что метод не слишком близко все находится оказывается так можем опять провести поручу воспалите бесконечные деньги как же я их обожаю какая же это все-таки имба да у нас уже 7000 скопилось сейчас после войны будем эти все деньги тратить там и на фактура строить монофактура кстати можно начать уже прямо сейчас строить нет смысла медлить чудовое задание возьмем почему нет нам кто нужны по заданию там бей и хорошо сейчас быстро выполним задание это так нет не все оказалось что все надо будет на еще одно или два задание 2f выполнить что и подсказывает так по поводу испанца что мы с ним сейчас сделаем пытаемся заключить мир естественно естественно пытаемся заключить с ними вот эту провочку хотя бы взять да ну не что-то слушай слишком слабо пойдем еще с ним повоюем мы можем себе позволить я думаю но прям что-то вообще не хочет сдаваться может из-за своих колониальных там всяких движух надеюсь отлично я со всеми справился хорошо я уж думал сейчас проиграть могу ну как видите все очень даже хорошо так вот никто и где высадку не делает нет делает так рекрутов у нас очень много мы сегодня с вами еще занимались строительства рекрутов часа дофига вообще прибывает с этими когда вас я на на проблемы заказать не будет что не подсказывает отлично там стены пробили скука можно а это блокады блокада ладно блокады можно понять так сроки перемирия с австрией у нас закончились и стекле это хорошо а касата завершена вот я понять могу где у него 120 тысяч да вот вопрос такой хороший вопрос на засыпочку где все твои 120 тысяч войск пока их нет и спокойно могу здесь воевать захватывать никаких проблем не испытывать но рано или поздно это же закончится вот это кстати обязательно начать взять сейчас и потратим много административных очков она того точно стоит сейчас по итогу войны больше вкусностью забрать можем просто вот и все австрии вступила тоже в коалицию против нас печальненько чем что тут скажешь печальненько так национальные беспорядки давай легитимность еще кто-то да вы заколебали в коалицию против меня вступать счет я им сделал да непонятно захватил буквально какие-то просто не знаю маленькие полочки никому не нужны все коалиция на тебя за что не про что называется так можно дальше тут продвинуться и объясняйте где него все войско я не знаю чем он занимается может как я тоже пола армии оставил где-то там за рубежом но с его стороны это странно так поступать когда у него пол стороны захвачены включая столицу я бы в таком случае и так вот не делал конечно ни кое случае так опять разделил войско хочу за привычка унитурная слишком сильно верить в себя начинаю не таукается потом мне это очень-очень-очень быстро укается так еще сроки перемирия с кем поймают эти пачка а я крепость нашел осуждать даже не заметил так что случилось играя в короля претенденты вот ради них я тут и стоял сейчас на часа отлично но их тут немного я правда не понимаю где него все войска читала выпасть какая-то ладно мне же лучше чужого отца как петент и шотнулись естественно нет гоняться за ними еще это дело поправимое так крепости почти все уже осуждены давай тут пробьем и всякие долго что-то он тут вывозится без боевого духа пошел от воевать успею успел отлично замечательно кстати всего 50 процентов всего 50 процентов видимо там из того что у них колонии много я не знаю иначе почему это тесно что будет выгоднее вывести сначала испанию с этой страной из войны отдельно мир попросить или сразу идти с венеции общаться по этому поводу хороший блин вопрос так очки очки сейчас стратить не особо хорошо а с другой стороны выгоднее будет конечно так еще как войну коалицию покинул если они торопимся продолжаем воевать повоевали а тут долго долго конечно мы без воин сидели уж эти коалиции можно было бы на самом деле даже против коалиции попытаться выступить когда испании из него вышла но я решил не рисковать лишний раз как говорится лучше перебдеть чем потом обосрался до полностью вот блин не захватил одну пров катеру трудности с ним так побежали туда тут в принципе нам уже не понадобится сердце так как этого возможно шоким было бы отлично ну вы она захватим тогда травочки по чуть-чуть просто мы с великобритании воевали что там дошли они отлично не дошли уже а у них форсированный марш включен ничего бы они не нашли ну давай разделю войско а высенького тут ты да и сюда так 65 процентов у нас уже великий капитан погиб плохо естественно будем брать на плюс 3 как иначе все на подписывать уже мир плачут ноют говорят что я злой и хороший человек вообще венеция ну да тут мало стран осталось много забрать естественно не смогу к сожалению но заберу то что мне нужно по заданию это обязательно в обязательном порядке того 25 процентов еще только можем продолжать я хотел здесь побольше забрать полностью много брать не собираюсь потому что да вон озлобленные говноеды появляются кстати дипломаты до пристали работать но мы запросим в намного больше денег это во первых или может вот тут претензий нету давай посмотрим вот тут несколько сверх и расширение будет 20 процентов да окей а если я здесь возьму две провинции 15 процент мне кажется такой человек будто там получше будет взять во первых это какой-никакой да вам пост для того чтобы воевать в италии начинать острова забрать еще попытаться у него это слишком жирно тут наверное данный тики появляются сразу сходу а вот так вот если взять не так много народу ноет но это тоже вот блокпост какой-никакой я бы взял сейчас на вот так мне кажется вообще идеально будет давай отлично очень хорошие проволочками сами золотали что не может не радовать нас 50 процентов сверх расширения вот у португалии здесь надо желательно завоевать много-много но вопрос когда твоего так сделаем испании нас соперником объявила у нас она не было соперником что ли было почему мне особо технического леса не дали не понял сейчас что ты так так или иначе мы сами возвращаемся ой и мы тут поглотил мамлюков помянем их войска все возвращаем хотя я нет я пожалуй тут вас так оставлю да давай-ка это 20 к оставлю слушаем лишним точную ай тут так 20 к остается ну хорошо давай тогда с форсированным на восток отправим отлично военная коалиция опять растет но естественно так если тут захватывать как я хочу хочу я до хера и много жестко и сверх расширение кстати очень большой выходит это что-то прям до хера да это счета прям ну до хера если честно давай мы не будем пока наглеть мы еще успеем навоеваться и вообще хуели это видимо из-за того что я у испании тут отжал провинция ясно так что мы тогда можем ножку по другому поступить можем высвободить здесь просто банально страны и нибудь потом эти страны завоевать отдельно какая тут большая была вот это да ну тут точно я себе оставлю небольшой проходик нужно обсуждается так сделаем эти машины вассалом сделать он же суннизм начал вассал друзья понять как раз вот на мне нужен был вассал отлично все хорошо я могу песнице коалиции против ямана повсюду одни коалиции сколько у меня денег это мы их потратим распространение силу это хорошая штука легитимность изменивлечье пасти же развитие пенсионера давай это возьмем не хочу это брать не хочу абсолютизм кстати вот это хорошая блин вещь абсолютизм эта вещь годная потом будет это мне не нужно цена создание претензии давай возьмем ладно операции национальности изменения богочестью боль что это больница дивриги и мечеть прикольная штука давай давай ты заколебался окей 7000 потратили на великие постройки но это того стоит мне кажется это того точно стоит так можно также отобрать земли теперь я надеюсь без проблем да хорошо теперь у всех можно отбирать земли и друзьям на этом серию предлагаю закончить продолжим мы с вами уже в следующий с вами был как все залил кто пера на канале подписывайтесь ставьте лайки не давайте прожимай колокольчик сайт свои комментарии да с калиции конечно замедляется продвижение не знаю что на меня тогда нашло захотелось и все вот вот просто захотелось и . судила до чушь все всем спасибо всем пока